История религиозных споров насчитывает не одну тысячу лет. За это время человечество знало великое множество богов, тысячи культов, сект, церквей, каждый член которой считал, что именно его вера правильна. И даже сегодня, когда наука невероятно расширила наши знания о вселенной, дебаты вокруг существования бога собирают сотни тысяч зрителей. В общем, вечная тема. Но появилась одна интересная деталь. Теперь верующим намного сложнее игнорировать научные данные. Поэтому каждая религия старается как-то примирить их со своими взглядами. Кто-то начисто отрицает науку, кто-то принимает технологии и медицину, он отвергает фундаментальные знания, но кто-то старается принять и их. Но многие мусульмане выбрали оригинальный путь. Они не просто объявили о готовности принять науку, но и заявили, что наука подтверждает правильность ислама. Ведь в Коране за долгое время до телескопов, молекулярной биологии и квантовой механики были точно описаны научные открытия. Возможно, вы замечали на YouTube такие весьма популярные видео. Священный Коран содержит в себе научные феномены, которые не были известны человечеству 14 веков тому назад, а были открыты наукой лишь 20-го столетия. В этой книге есть вещи, которых нет ни в одной другой книге в мире. В благородном Коране описываются подробные и дифференцированные стадии развития эмбриона, используя как можно более подходящие описательные термины. О том, что Вселенная расширяется, в Коране было сказано еще тогда, когда наука-астрономия была еще на самом примитивном уровне. Вот это заявление. Предлагаю сегодня вместе со мной ступить на тонкий лед и проверить подобные утверждения на прочность, а заодно разобраться, откуда у них ноги растут. Про ислам говорить у нас не принято. Многие понимают, насколько это взрывоопасная тема и как легко оскорбить чувства мусульман. Поэтому вначале дисклеймер. Я не выступаю ни против ислама, ни против других религий. Каждый может верить во что хочет. Я буду оспаривать только конкретные заявления, которые можно проверить на соответствие твердо установленным научным фактам. Все-таки стоит помнить, что Коран написан в 7 веке и будет чрезвычайно невероятно, если там действительно содержатся знания, опережающие свое время. Но среди мусульман популярны заявления типа «Ученые нашли в Коране описание большого взрыва и точные данные по эмбриологии». Специалисты НАСА доказали, что Луна была расколота на две части, а еще Жак-Ив Кусто принял ислам, Нил Армстронг принял ислам. Такие уважаемые люди, ведь не будут просто так принимать ислам. Учение, что Коран – безошибочный источник знаний, носит название «Букайлизм». И появилось оно, кстати, не так давно, примерно 40 лет назад. А вот и его основатель – Морис Букай, французский врач и писатель. До поры до времени он был преуспевающим гастроэнтерологом, который увлекался древним Египтом, пока судьба не занесла его в Саудовскую Аравию. Да не просто занесла, а сразу на должность личного врача-короля. Однажды, волей случая, Букай оказался в Каирском музее в составе группы исследователей мумий-фараонов. И вот тогда у него что-то щелкнуло в голове. При осмотре мумии Марнептаха он решил, что это тот самый библейский правитель Египта, который гнался за Моисеем и утонул в Красном море. Букай настолько загорелся этой идеей, что написал целую книгу «Библия, Коран и наука», в которой постарался показать, что Коран, в отличие от Библии, намного лучше согласуется с научными данными. Было это в 1976 году. Отсюда и начинается букайлизм. Естественно, что такая точка зрения пришлась по вкусу многим мусульманам. Ведь теперь они получили возможность говорить, что даже наука провозглашает божественность Корана. Книга Мариса Бюкая разошлась миллионным тиражом и до сих пор остается авторитетным источником для многих мусульман. А букайлизм преподают в школах Саудовской Аравии. Там есть даже комиссия по научным знамениям в Коране. Людей учат, что Коран — это не только слово Божье, но и источник научных фактов, что наука подтверждает многое, что написано в священной книге. А если где и есть противоречия, то лишь потому, что наука еще недостаточно хорошо развилась, чтобы увидеть всю божественную мудрость. Букайлизм является своеобразным аналогом христианского креационизма с одним отличием. Если христианские фундаменталисты часто отрицают большую часть науки, то мусульмане стараются интерпретировать новые научные открытия в рамках своей религии. Но меня мучает один вопрос. Если все научные открытия были описаны в Коране, то почему не мусульмане совершили эти открытия? Почему не они открыли квантовую механику и генетику, не изобрели аспирин, антибиотики, электродвигатели, самолеты? Ведь, казалось бы, у любого правоверного всегда перед глазами есть книга, в которой указаны мировые знания. И, возможно, у меня есть ответ. Для этого нам нужно открыть Коран и прочитать несколько сур. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений. Или вот, разве мы не сделали землю ложем, а горы колышками? Ну и давайте для разнообразия третью. Если он не перестанет, то мы схватим его за хохол. Хохол лживый, грешный. Как думаете, какие научные знания этими словами хотел передать Аллах? Про защиту Земли от солнечной радиации, про подземное устройство горных хребтов и что за движение человека и способность лгать отвечает префронтальная кора мозга. После таких описаний я почему-то не удивлен отсутствию открытия исламской науки. Ну ладно, еще если бы речь шла о просто своеобразной трактовке аятов. Это не особо отличается от толкований предсказаний Нострадамуса. В конце концов, ничего страшного нет, когда религия не мешает верующим принимать научные знания. Однако не все так просто. Несмотря на заявление мусульман, что наука всецело подтверждает правоту Корана, если речь вдруг заходит о теории эволюции, то многие верующие моментально забывают про научные аргументы и превращаются в жестких фундаменталистов. По результатам опросов, во многих исламских странах теорию эволюции признают не более 30% жителей. Это, пожалуй, самый низкий показатель среди всех мировых религий. Но отрицание эволюции само по себе ставит под сомнение претензии на научность Корана. Нельзя заявлять, что ученые каждый день подтверждают правоту религии и при этом начисто отвергать целую научную область. Практически в любой статье, посвященной научным доказательствам в Коране, вы найдете слова, что там невероятно точно, чудесно и фантастически правильно описаны стадии развития человеческого эмбриона. И также еще одним научным чудом Корана является то, что в нем описывается подробный и точный научный этап формирования человеческого тела. С момента его зачатия в утробе, а также и других анатомических описаний, показывающих эволюционные стадии человека по ходу его сотворения. Вот я вам говорю, что с полной ответственностью, что в Коране прописана вся эмбриология медицинской фактора, вся эмбриология, то есть развитие в очреве женщины, ребенка. Вы знаете, что когда вы читаете, кто мог это знать? Это в очреве женщины происходит. Экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств, но давайте посмотрим на прямую цитату. Воистину, мы сотворили человека из эссенции глины. Потом мы поместили его каплей в надежном месте. Потом мы создали из капли сгусток крови. Потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек. Потом создали из этого кусочка кости. И потом облекли кости мясом. Похоже это на детальное описание эмбриогенеза человека? На мой взгляд, нет. Но апологеты воскликнут, да кто ты такой, какое отношение имеешь к биологии? Ведь точность Корана подтвердил настоящий эмбриолог Кит Мур. Действительно, Кит Мур настоящий ученый. Лауреат кучи премий, член медицинских ассоциаций и анатомических обществ. Заслуженный профессор. И единственный в мире эмбриолог, на которого постоянно ссылаются сторонники научного Корана. А все потому, что он в свое время был соавтором учебника, предназначенного для студентов-мусульман, где и появилось такое смелое заявление. Но дело тут даже не только в самом Муре, сколько в его соавторе. Им оказался некий Абдул Маджид Аль Зиндани. Один из ведущих исламистов. И все религиозные примечания в учебнике принадлежат как раз его Перу. Да и сам учебник был написан на деньги Саудовской Аравии. Профессору Муру щедро за такое участие, естественно, заплатили. Но, вероятно, тот 10 раз пожалел о своем решении ввязаться в эту историю. Во всяком случае, сейчас Мур отказывается давать интервью про свои прошлые связи с исламским миром и уверяет, что его интерес к Корану пропал еще в начале 90-х. Да и мусульманином он никогда не был. Зато вера мусульман-букайлеистов, что Коран точно описывает эмбриологию, осталась. Вряд ли я открою Америку, если скажу, что эти представления не имеют никакого отношения к современной науке. Кораническое иллюстрированное описание этапов человеческого создания является самым точным и подробным из тех, что мы или кто-нибудь другой когда-нибудь встретим. Во-первых, человек точно сделан не из глины. Во-вторых, ни на какой из стадий плод не похож на разжеванный кусочек. Ну вот, я же говорил. В-третьих, мышцы и кости начинают формироваться одновременно. Но с другой стороны, для 7 века процесс описан довольно точно. Дает ли это нам право говорить, что мы имеем дело с чудом? Конечно нет. Тот же самый текст практически дословно встречается у греческого врача Галена. Посмотрите сами. Удивительно, что неиспосланная высшим существом книга просто пересказывает трактат античного врача. Еще один тип научных чудес Корана можно описать одним словом – фейки. Когда в качестве пруфа приводится не просто трактовка аятов, а откровенно выдуманные события. В интернете активно распространяются материалы, где утверждается, будто ученые НАСА нашли подтверждение очередному чуду Корана. Как в древности Мухаммад расколол луну на две части. И приблизился судный день, и раскололась луна. И только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейкум, было даровано великое чудо, совершаемое за пределами земли. Посланник Господа, алейкум, обратился смиренно к Богу, и Всевышний внушил ему указать пальцем на луну. Луна раскололась на две части. В течение нескольких часов эти части спутника Земли были отдалены друг от друга, и затем вновь соединены. Причем не просто доказали, но и вообще всю свою лунную программу планировали только ради подтверждения данных из священной книги. Говорят, что это рассказал некий Дэвид Питкок, глава малоизвестной британской исламской партии. Он утверждал, что много-много лет назад видел по телевизору некую программу, где несколько ученых и астронавтов признались, зачем летали на луну. Ответ представителей НАСА был ошеломляющим. Нет, мы изучали внутренние строения луны и сделали удивительное открытие. Луна когда-то была расколота на две части, а затем вновь соединилась. Клянусь мамой! И это вся аргументация. Нам просто предлагают поверить на слово. Нет ни названия передачи, ни имен специалистов НАСА или астронавтов, ни даже года выхода в эфир. Совсем ничего. Зато есть десятки тысяч просмотров и восторженные комментарии, что наука в очередной раз доказала верность ислама. То есть поймите меня правильно, даже если бы такая передача действительно существовала, это не доказывало бы, что луна была чудесным образом расколота. Но тут хотя бы было на что опереться в рассуждениях. А пока складывается впечатление. Достаточно сказать, мол, британские ученые доказали, что луна сделана из сыра, как написано в священной книге, и никто даже особо проверять не будет. Вы же не были на луне. Откуда вам знать? Кстати, с луной есть еще один забавный факт. Мусульмане часто любят приписывать знаменитым людям переход в ислам. Не миновал этой чести и первый человек на луне, астронавт Нил Армстронг. На множестве исламских сайтов вы можете встретить историю, как в 80-х годах Армстронг посетил Египет и во время конференции услышал религиозную музыку. Он взволнованно замолчал, а потом произнес, «Этот голос я слышал, впервые шагнув на луну. Я ступил на луну без молитв, но теперь вы можете считать меня мусульманином». Естественно, что и эта история выдумана целиком. Армстронг никогда не был в Египте и никогда не принимал ислам. Кстати, он сам эту новость и опровергал. Странно, что Коран призывает мусульман найти в нем ошибки, но вы их не найдете. Но мы все же попробуем поискать. На самом деле, если читать текст буквально, как есть, без толкований, то найти ошибки там не так трудно. Взять, к примеру, всю космологию Корана. С одной стороны, нужно учитывать, что главной целью Корана являются советы и наставления правоверным людям. А устройство Вселенной там описано довольно поверхностно. Как и в Библии, мы видим слова про шесть дней творения. Ну, окей, допустим, чисто теоретически тут можно трактовать слово «день» как некий длинный период времени. Но остается вопрос, как эти периоды были выделены? Почему именно шесть? В современной космологии приняты совсем другие правила деления на эпохи. И ни в какой теории эволюции Вселенной вы не встретите идею, что планета Земля появилась раньше звезд, как написано в Коране. И на самом деле подобных ненаучных цитат там полно. И что Солнце садится в каком-то мутном источнике. И что муравьи вот разговаривают. И что метеоры — это оружие, которыми Аллах атакует джиннов. Тут как в сказке. Хотите верьте, хотите нет. Расскажу еще об одном примере, который часто можно встретить в статьях о научности Корана. Говорят даже, что именно из-за этого Жак Ивкусто принял ислам. Что Ивкусто принял ислам — это 100%, вы же знаете. Вот цитата. «Именно он освободил два тела текущей воды. Одно вкусное и сладкое, а другое соленое и горькое. Все же он создал барьер между ними, раздел, который запрещено пропускать». В этом отрывке мусульмане видят чудесное предсказание о несмешиваемости вод двух океанов. И действительно, подобных картинок в сети можно найти немало. Объясняется это явление тем, что при столкновении воды с разной плотностью и соленостью действительно будет казаться, что между ними есть четкая граница. Но откуда бедуины 7 века могли знать про какие-то там океаны? Может, теперь мы точно имеем дело с чудом? Конечно, нет. Подобные границы возникают и при впадении пресных рек в море. И такое явление можно легко наблюдать невооруженным глазом, побывая хоть раз на побережье. Ну и стоит добавить, что вопреки Корану, воды рек, морей и океанов таки смешиваются. Иначе не существовало бы речных течений или реки бы просто выходили из берегов, если бы не могли преодолеть границу с морем. Ах да, и Кусто тоже никогда мусульманином не был. Он похоронен на христианском кладбище, а его друзья и коллеги неоднократно опровергали слухи о переходе в ислам. Чудо не произошло. Коран – это книга, которая до сих пор влияет на умы миллиардов людей. Но вот ничего такого, чего не могли бы знать люди 7 века, там нет. Мир в Коране – это мир глазами человека своего времени. А все претензии на научность обязаны снабжаться сложными метафорическими трактовками, чтобы казаться правдой. Причины этого, на мой взгляд, кроются в уверенности многих мусульман, что научные открытия и знания находятся в Коране. А если так, то зачем напрягаться и испытывать собственную веру на прочность? Но я надеюсь, что настанет время, когда мусульмане действительно включатся в мировой научный процесс. Как это было во времена золотого века ислама? Ведь именно тогда арабский мир помог сохранить античные знания и сделал важное открытие в математике и медицине. Я хочу поделиться еще одной цитатой. Неужели они не видели птиц, покорно летающих в небе? Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Воистину в этом знамение для людей верующих. А я верю, что мир станет лучше, когда люди увидят в полете птиц законы аэродинамики, результат миллионов лет эволюции, а не божественное чудо. На этом, на самом деле, мое видео не заканчивается. Есть дополнительный материал, который я снял специально для своих патронов и спонсоров на ютюбе. Для тех, кто меня поддерживает или готов поддержать, я уже расшарил доступ. Кстати, это дополнение про плоскую землю в Коране. Так что, если вы готовы поддержать развитие моего канала, переходите по ссылкам в описании и спасибо за вашу поддержку. Продолжение следует...